И в конце я хочу коснуться еще вопроса обмена пленных. Наша сторона, Луганская Народная Республика, выполняя условия местных договоренностей, предлагала провести обмен пленных, 10 украинских военнопленных на военнослужащих Народной Милиции ЛНР. Среди, кстати, я хочу сказать, что из этих 10 пленных, чтобы вы понимали, кто это, значит, три сотрудника СБУ, три военнослужащих 17-й бригады, двое военнослужащих 91-й бригады, один азвардейец и один боевик батальона «Донбасс». На словах украинская сторона проявила заинтересованность в этом вопросе, но никаких действий не предпринимала, и, судя по всему, она не желает возвращения своих военнослужащих домой. И, мало того, делается все для того, чтобы этот обмен пленных не состоялся. Поэтому, опять же, хочу обратиться к властям украинским, все-таки придерживаться местных договоренностей и не мешать хотя бы процессу обмена пленных. Уточняю еще вопрос один, пожалуйста. Потопали серия новости. Скажите, пожалуйста, о списке военнослужащих ВСУ, подлежащих обмену, уже были переданы украинской стороне? Да, хочу сказать, что списки были переданы украинской стороне. Мало того, была согласована процедура, сама обмена, было и согласовано место, и время. Но, к сожалению, весь конструктив на этом и закончился. В дальнейшем я хочу еще заявить, что мы еще трижды после этого пытались провести этот обмен пленных. Но по инициативе или по вине украинской стороны этот процесс, к сожалению, постоянно срывался. И я хочу, кстати, заметить, что это далеко не первый случай. Если помните, после Дебальцевского котла уже мы проводили этот процесс. И, в общем-то, вот эти действия, механизм действий, на словах, да, реально никаких действий, в общем-то, нам знаком. Но единственное, со своей стороны, я хочу сказать, что мы пытаемся все сделать, чтобы вернуть наших парней к семье и готовы провести в любой момент, готовы провести обмен. Спасибо. Спасибо. Спасибо.